Снег, сугробы, гололед и сильный ветер. Какой погодой запомнилась Казани в начале января и в чем причина таких погодных изменений, выяснял наш корреспондент. В центре города улица очищена от снега. Поверх льда лежит слой песка, который разбрасывают, чтобы пешеходы не поскользнулись. Однако стоит свернуть с крупных магистралей центральных улиц в спальные районы, как ситуация кардинально меняется. Сугробы по колено и непроходимые тротуары. Именно так Новый год порадовал казанцев. По словам метеорологов Казанского федерального университета, январь — это самый холодный месяц в году, для которого при этом свойственно большое количество осадков. Это и объясняет снежные массивы, образовавшиеся в январскую декаду. По данным синоптиков Казанского университета, за первые 9 дней выпало более 50% от месячной нормы осадков. Чтобы транспортное движение не было затруднено, во время праздников дорожные службы работали в круглосуточном режиме. Выполнялась противогололедная обработка тротуаров, а также работы по вывозу снега. По данным Татаринформ, ежедневно в уборке города были задействованы 485 единиц техники. В общей сложности с начала зимнего сезона было вывезено 294 тысячи тонн снега. Почему же Казань так обильно завалилась снегом в январе? Разбираемся с экспертами Казанского федерального университета. В основном-то погода определяется влиянием так называемого циркуляционного фактора, то есть откуда придет воздушная масса. Это через 60 часов будет такая у нас погода. Вот мы здесь находимся. Вот как раз, видите, с юга все тянется к нам. Это фронтальная система, красная, синяя фронтальная система. У нас здесь свой образовался циклончик, свой циклон образовался. И вот здесь как раз все у нас будут неприятности. Чего же ждать казанцам в оставшиеся январские дни? В ближайшие 10 дней синоптики также обещают большое количество осадков, связанное с циклоном, нависшим над регионом. Температура будет колебаться от минус 2 градусов по Цельсию до минус 10. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.